Друзья, скажу вам откровенно, что я причисляю себя киногурманом, и если вижу плохой фильм, молчать об этом уж точно не буду. Специально для вас я сделал подборку из пяти совершенно дурацких фильмов, с которыми вам рекомендую все же ознакомиться, чтобы вы имели представление о том, какие же фильмы являются эталоном абсурда. Ребята и девчата, пожалуйста, не перекармливайте своих детей овощами, иначе они могут возненавидеть помидоры с огурцами, вырасти и создать фильм наподобие атаки помидоров-убийц. Это комедийный фильм ужасов, где все начинается с того, как из раковины восстает помидор, который зажимает некую домохозяйку в угол и убивает ее. Чуть позднее полиция исследует тело погибшей, обнаруживая, что красная жидкость на ней отнюдь не кровь, а томатный сок. Ну, в общем, вы уже поняли основную сюжетную линию, дальше не рассказываю, для того, чтобы вам интересно было смотреть. Фильм Шина – это еще один абсурдный комедийный фильм ужасов, где главный герой – это ожившая покрышка, которую зовут Роберт. Покрышка имеет молодую возлюбленную и нездоровую страсть к массовым убийствам. Страсть эта, к слову сказать, появилась после того, как покрышка увидела гору горящих товарищей. И, собственно, вся агрессия направилась на месть человечеству. Многие известные критики назвали фильм халтурой, хотя широкая публика приняла Шину довольно тепло. План 9 из открытого космоса – это американский низкобюджетный фантастический фильм. План 9 получил премию «Золотая индюшка» как худший фильм всех времен. Так как денег на фильм не было, то съемки проводились на средства Южной Баптистской церкви, в которой, кстати, съемочной группе даже пришлось пройти обряд коищения. По сценарию над Голливудом все чаще и чаще начинают появляться летающие тарелки, в которых сидят инопланетяне, желающие разоружить землян. В фильме будут неправдоподобные ожившие трупы, дешевые бутафорские летающие тарелки, тупой сценарий и неумелые актеры. То есть все то, что должно подтвердить высокое звание худшего фильма всех времен. Но посмотреть его стоит. Фильм-мьюзикл «Атака куриных зомби» рассказывает историю о вечном неудачнике по имени Эрби, который мечтает вернуть свою девушку Венди. И для этого устраивается в ресторан быстрого питания «Американская курятина». Но оказывается, что ресторан-то был построен на месте индейского кладбища, и души умерших индейцев селяются в куриные тушки и начинают убивать поваров. Режиссер фильма не поскупился на дешевые спецэффекты и в первую очередь призывает людей к употреблению здоровой пищи и отказу от фастфуда. В «Атаке куриных зомби» также соблюдены законы жанра зомби-хоррора, но доказывать это примерами просто не поднимается рука. Если есть желание, ищите фильм и смотрите. А вот и пятый фильм в нашем топе. Считаю, что этим фильмом обязательно должен стать «Язык убийца». Падение метеорита оказало влияние на всю округу, и героиня фильма Кэнди принимает сексапильный облик хорошенькой путаны. Но это только начало ее неприятности. Неожиданно у нее вырастает огромный, неподвластный ей дикий и злой, и вечно голодный, кровожадный язык. Он существует как бы отдельно от хозяйки. Итак, приключения начались. Так что же хочет этот язык убийца? Об этом нам предстоит узнать из фильма. В общем, я сделал то, что хотел. Я дал вам почву для размышлений и пять названий фильмов, которые вы можете легко найти в интернете и посмотреть. Не упускайте свой шанс и, конечно же, делитесь в комментариях к этому ролику названиями абсурдных, дурацких фильмов, которые смотрели вы. Пока, друзья. До новых встреч.